Неожиданно случилось страшное. Я это видел сверху. Я в это время от этого фронта уходил, перелетая с государственной границы. Меня догонял фронт Слунинца, который там прилично прошелся он. А сбоку абсолютно чернота. Когда я летел на Минск, представляете, сбоку с Гомельской и отчасти Минска-Могилевской области приходилось уходить от этого. Все произошло неожиданно. Ну а наши люди, белорусы, померковные, сидели, сложив руки в том числе и начальники. Все сидели, ждали чего-то. Случилось. Никакой реакции. До утра и на следующий день никакой реакции, кроме обычной реакции энергетиков. Ах, порвались провода. Ах, что-то рухнуло. Поеду восстанавливать. Адекватной реакции на это событие. Быстрой, четкой, военной не было. А если война? Отвратительная работа по предупреждению. И первые часы, и дни работы. Я это видел, поэтому начал калашматить губернаторов и других. Одна из проблем для решения вопроса по ремонтам работы, начали объявлять процедуры по выбору подрядчиков. В результате до сих пор подрядчик не выбран, а к работам не приступили. Вместо того, чтобы с первого дня уже приступить к ремонтным работам. Идут дожди, крыши у людей в домах нет, на животноводческих помещениях других там нет крыши. А они торгуются. А они торгуются, по какой цене шифер завести. В это время чрезвычайно надо было шифер уложить, а потом уже договариваться об оплате. В Гомельской области по состоянию на 6 утра с сегодняшнего дня нами было обнаружено, что 9 сельских населенных пунктов не подключено к электроснабжению. Не восстановлено 223 поврежденных дома. В 6 детских дошкольных учреждениях также нет электричества. Ну если говорить о Гомельской области, то из 600 или там 500 домов у них осталось около 200 недоделанных. Конечно, объемы были большие, но главное надо было подоить корову. Если вы два раза не подоили корову, вы ее уничтожили. Притом в этот период. Вроде бы подоили, как мне докладывают. Поэтому, ну вроде здесь справились. Второй вопрос. Ну людям надо помочь. Это же не энергетики, это коммунальщики должны работать. А вы тендеры до сих пор проводите на шифер. Второй вопрос. У нас же были отключены там предприятия, особенно Мозорский нефтеперерабатывающий завод. Притом отключился мгновенно. Это катастрофа, понимаете? И хорошо, что обошлось без катастрофы. Мгновенные отключения, это потом надо чистить, вытягивать оттуда всякий мазут нефти и прочее и перезапускать завод. Это сотни миллионов долларов бы были потери. Бог нас пожалел. Поэтому люди должны понимать, что нам надо было там прежде всего сделать то, что могло привести к катастрофическим потерям. Но и к нам вопросов немало. Значит, Василий Николаевич, вместе с Дмитрием Николаевичем Крутым и другими ответственными, полномочными, помощниками определитесь. Определитесь. Есть люди, которые героически себя вели. Они подлежат государственными наградами, награждению. Я вас туда посылал, в Гомель, вы должны были это видеть. А есть люди, расхлябанно отнеслись к этому. Мы их тоже должны увидеть. Уроки, еще раз уроки, мы должны извлекать из любой ситуации. Уроки, вот в начале августа вы должны мне положить на стол вот эти все уроки. Эти наградили, этих наказали, здесь закупили, в резерв положили, что нам надо, потому что материальные резервы будут расходованы прилично. Надо будет их восстановить. Поэтому правительство на контроль, чтобы в начале августа мне было доложено. Коранкевич, что у нас осталось на сегодняшнее утро, если вы владеете ситуацией? Уважаемый товарищ президент, по итогам на 0 часов 19 июля у нас электроснабжение в Гомельской области обеспечено в части подачи электрической энергии всем населенным пунктам, в том числе в 170 населенных пунктах за счет подключения дизель-генераторных установок. То есть до трансформаторов в деревню вы дошли, а там еще надо до домохозяйства ремонтировать? Нет, ситуация в следующем, что мы до этой деревни по линии 10 кВт не дошли. Эту линию мы, когда провели обследование, видим, что еще требуется время на ее восстановление. Я извиняюсь, что перебиваю. Я предупредил министра и губернаторы это должны знать. Случилось это. Сейчас мы в авральном порядке восстанавливаем в данном случае линии электропередач. Если мы видим, что там это старье рухлит, то я ему поручил все это снести и поставить новые линии. Это в основном вот эти низкого и среднего напряжения линий. Поэтому губернаторы, возьмите это на контроль. Пока министр будет со своими специалистами у вас работать, требуйте, чтобы были восстановлены все линии электропередач. А хилые, худые линии, их надо снести и заменить. Министр это знает. Даже там, где десяток столбов на одном месте стоит, ему поручено заменить на один. У нас страшно смотреть на поля. Они все поля порезаны линиями электропередач. Он знает, что делать. Это большая работа, не одного дня. Но мы с ним договорились, что надо делать. Губернаторам это надо взять на контроль. Виктор Михайлович, мне докладывают, комитет госбезопасности провел мониторинг. Есть случаи, когда обижаются на энергетику, на коммунальщику отчасти. А что, я туда не пойду? Пусть мне заплатят тройную зарплату, тогда я пойду. Таких людей в наручниках надо передавать к Убракову. Это чрезвычайная ситуация. Здесь не должно быть таких разговоров. Александр Григорьевич, такие факты, если будут, четко мы будем пресекать и принимать самые жесткие меры к этим людям, которые так себя позволяют вести. Поэтому задача номер один. Всех граждан, которые проживают в этих населенных пунктах, и не только там, где дизель-генераторы, там, где даже и по штатной схеме подключены населенные пункты, есть еще индивидуальное обращение граждан, что не все дома подключены. И основные силы сейчас брошены на то, чтобы удовлетворить все заявки граждан. Сейчас этих заявок может быть более трех тысяч. Я говорю реальные цифры, которые могут быть. И мы все эти силы сейчас бросили на удовлетворение этих заявок. Когда вы закончите работу по восстановлению электрических линий, как это было до урагана? Я не говорю о длительных работах. Те линии, которые должны быть задействованы в электроснабжении населенных пунктов, в течение месяца, уважаемый Александр Григорьевич. То есть там что будут? Барабанить электрогенераторы, а вы будете месяц цилипаться? Но будут работать дизель-генераторы, но мы составим график посуточно, и будем двигаться по всем этим населенным пунктам, чтобы с каждым днем количество этих дизель-генераторов уменьшалось, и количество линий, которые будут подключаться, они с каждым днем будут увеличены. То есть до середины этого августа вы будете устранять даже мельчайшие последствия. Там, где мельчайшее замечание, либо одно дерево, либо одна опора, мы сразу это восстанавливаем. Но вы правильно сказали, что если линия электропередач, где 15-20 опор сломаны, и ее нужно заменить, мы сразу приступаем к этим работам, чтобы не возвращаться потом. Хорошо, давайте договоримся так. Есть у нас уполномоченные президента по областям. Там есть помощники, должны определить и мне доложить проектом распоряжения по окончательным срокам, если надо разделить первоочередные и длительные сроки. Притом энергетику надо поджать. Месяц, возможно, это многовато. А даже, я понимаю, с учетом замены некоторых линий электропередач. Пусть уполномоченные разберутся по областям и доложат. Приоритет Гомельская область, ну и отчасти те области, которые частично пострадали. Чтобы был такой проект распоряжения к исполнению энергетикам и вице-премьеру. Сивак, по-моему, у нас отвечает за это направление. Присаживайтесь. Спасибо. Министр лесного хозяйства. Уважаемый товарищ президент, участники совещания наиболее сильно пострадали из того объема 2,4 миллиона кубометров, как уже здесь говорилось, Гомельская и Могилевская области. Это 2,4 миллиона у нас сломано леса, поломано, повалено. Это 10% всей годовой рубки, так? Да, да, да. В целях оперативной разработки поврежденных насаждений наиболее пострадавшие районы Гомельской области направлено Брестская, Витебская, Гродненская, Минская области. Вся эта техника, уважаемый товарищ президент, позволит разработать выявленные и доступные поврежденные насаждения. Мы просили бы хотя бы 3 месяца, потому что и специфика разработки, и опасность не позволяет там радышком расставить. То есть к концу сентября ты все это приведешь в порядок, в том числе привлекая другие силы через губернаторов, которые в этом заинтересованы. Просили бы к концу октября, уважаемый товарищ президент. Ну, слушай, ну до морозов надо это все сделать. Принято. Ну я обратился с просьбой правительства, что всегда нам государство помогало при разработке буреломов. Нам надо помочь буквально полсотни сортиментовозов МАЗ, потому что большой объем и древесина не может лежать, и есть потребности наших деревообработчиков. Значит, давайте договоримся. Доведите это задание. Надо любыми судьбами, чтобы МАЗ произвел до сотни этих автомобилей и передал министру лесного хозяйства. Спасибо большое. С железной дорогой у нас все согласовано, подвижной состав есть. По размещению людей с губернаторами Гомельской, Могилевской области и на местах все согласовано. Дисциплина, питание, проживание. Поэтому все вопросы, которые возникали, мы все решаем с правительством. Короче, отговорок типа того, что я не пойду, не хочу, не буду, не принимаются. Уполномоченные президентами и помощники на местах, принимайте решительные действия. Не должно быть нет. Я еще раз говорю, это равносильно войне только без стрельбы. Поэтому все должны, прежде чем затиктокаться там и чего-то в интернете писнуть, иди возьми топор, пилу и помоги что-то, а потом критикуй вдоль и поперек. Мобилизовывайте население. И я уже говорил министру внутренних дел, он подключится, он знает, у нас больше 20 тысяч сидельцев. И так называемые политзаключенные. Туда, на просеку. Помогите стране. Так что, если надо, говори и горожан, и особенно этих дармоедов. Синявский Вадим Иванович. Уважаемый товарищ президент Республики Беларусь, в соответствии с вашим поручением, я считаю, что приняты практические меры по обеспечению жизнедеятельности населения в пострадавших районах вследствие прохождения 13-14 июля Грозового фронта. Должен доложить, что в 74 районах республики пострадали 949 населенных пунктов. Товарищ президент, я должен вас со всей ответственностью проинформировать о том, что начиная с 11, 12, 13, 14 числа все граждане нашей страны, это более 8,6 миллионов абонентов сотовой связи, в том числе бегущие сообщения по телевидению, радио, телеграм-каналы, различные другие социальные сети, люди информировались о тех надвигающихся процессах, которые были аномальными. И делалось это оперативно. Взаимодействие должно было быть такое. Даже если вы где-то заранее не предупредили, случилось, комиссию там в Гомеле по чрезвычайным ситуациям, в течение двух-трех часов вы должны были создать. И оказать поддержку и помощь ему. Что надо? Куда надо? Мобилизовать людей. Воду, хлеб и прочее. Не через полтора дня, а немедленно надо было это задействовать. Ну как на учениях вы делаете? Вот что надо было. А мы опаздывали на полдня, на день. Ну а чего там завтра сделаем? Товарищ президент, так и делали. Я хочу заверить, что только по Мозырю силами МЧС до утра было полностью восстановлено и транспортное обеспечение, и возможность перемещения людям по тротуарам и так далее. И это сделало МЧС. Я думаю, что подтвердит губернатор все мои слова, которые были организованы. Да, я не договорил, Вадим, еще то, что пеплом голову или солью посыпать не надо сейчас. Надо сделать выводы из этого. У меня есть эти выводы, я доложу. Если у Каранкевича не хватало столбов или проводов, по-народному говоря, значит, надо сделать этот запас. Если вы не развернулись как следует, видите где-то, вы знаете где, учтите это, это должен быть капитальный для нас урок, как мы говорили по 20-му году. Так точно. Сделали выводы, и люди совсем в стране другие. И здесь надо сделать выводы. Да, это, ну не было полвека такого. На нашей памяти, тем более на твоей. Молодежь вообще-то не понимает, что это такое. Но это страшное явление. Надо сделать выводы. Бог нас тюкнул по макушке. Не знаю, правда, пока за что. Только тюкнул, но и пожалел. Поэтому сделайте из этого выводы.